Континент. Континент от латинского «continens» – объемлющий непрерывный. Крупный массив земной коры, большая часть которого не покрыта водой, а окраины находятся ниже уровня океана. Как равнозначный либо близкий к понятию «континент» также употребляется термин «материк». В геологическом смысле континент соответствует крупному блоку коры континентального типа и включает в себя, кроме суши, также территорию прилегающей материковой окраины, шельфа и находящихся на нем островов. Очертания континентов меняются в геологическом времени. Материки, существовавшие на Земле в прежней эпохе, называются палеоконтинентами. Терминология. Материк – обширное пространство суши, омываемое морями и океанами. Материк – понятие геологическое. Граница между материками на суше проходит по перешейкам, по Намскому – между Северной и Южной Америкой, и по Суэцкому – между Африкой и Евразией. Материков шесть. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. В геологии к материку часто относят также подводную окраину материка, включая острова, расположенные на ней. Материки с тектонической точки зрения – участки литосферы, имеющие континентальное строение земной коры. Существует также схожее историко-культурное понятие части света. На материке Евразия расположены две части света – Европа и Азия. А часть света Америка включает два материка – Южную и Северную Америки. Мир состоит из шести частей света – Азия, Африка, Америка, Европа, Австралия и Океания, Антарктида. Антарктида с прибрежными морями и островами. Иногда Океанию и Арктику выделяют в отдельные части света. Граница между Европой и Азией с севера на юг проходит по Уральским горам, затем по реке Эмба, либо по реке Урал, до Каспийского моря, севернее Кавказа, по рекам Кума и Маныч, либо по водораздеву Большого Кавказа до Азовского моря. Далее по черному, мраморному и Средиземному морям. Описанная выше граница не является бесспорной. Это лишь один из нескольких принятых в мире вариантов. Существующие континенты. Евразия – самый большой материк на Земле и единственный, омываемый четырьмя океанами. На юге – индийским, на севере – северным – ледовитым, на западе – атлантическим, на востоке – тихим. Континент расположен в северном полушарии между 9 градусами западной долготы и 169 градусов западной долготы. При этом часть островов Евразии находится в южном полушарии. Большая часть континентальной Евразии лежит в восточном полушарии, хотя крайние западные и восточные оконечности материка находятся в западном полушарии. Евразия протянула из запада на восток на 16 тысяч километров, с севера на юг на 8 тысяч километров. При площади – 53,6 миллионов квадратных километров. Это более третьей площади всей суши планеты. Площадь островов Евразии приближается к 2,75 миллионам километров. Квадратных километров площадь. Содержит две части света – Европу и Азию. Линию границы между Европой и Азией чаще всего проводят по восточным склонам Уральских гор, реке Урал, реке Эмба, северо-западному побережью Каспийского моря, реке Кума, Кума-Манычской впадине, реке Маныч, восточному побережью Черного моря, южному побережью Черного моря, проливу Босфор, Мраморному морю, проливу Дарданеллы, Эгейскому и Средиземному моря, Гибралтарскому проливу. Это разделение сложилось исторически. В природном отношении резкой границы между Европой и Азией не существует. Континент объединен непрерывностью суши, сложившейся на настоящий момент тектонической консолидированностью и единством многочисленных климатических процессов. Сухопутная граница с Африкой проходит по Суэцкому перешейку. Северная Америка Северная Америка – один из континентов планеты Земля, расположенный на севере западного полушария Земли. Северная Америка омывается с запада Тихим океаном, с Беринговым морем, с заливами Аляска и Кальфорнийским, с востока Атлантическим океаном, с морями Лабрадор, Карибским, с заливом Святого Лаврентия и Мексиканским, с севера – Северным Ледовитым океаном, с морями Бофорта, Баффина, Гренландским и Гудзоновым заливом. С запада континент отделен от Евразии Беринговым проливом. На юге граница между Северной и Южной Америкой проходит через Панамский перешейк. В состав Северной Америки включают также многочисленные острова Гренландию, Канадский Арктический Архипелаг, Калиутские острова, остров Манкувер, Архипелаг Александра и другие. По площади Северная Америка находится на третьем месте среди континентов. Ее площадь вместе с островами составляет 24,25 млн квадратных километров. Без островов – 20,36 млн квадратных километров. Южная Америка. Южная Америка – южный континент в Америке, расположенный в основном в западном и южном полушариях планеты. Земля. Тем не менее, частично континент располагается и в северном полушарии, омывается на западе Тихим океаном, на востоке – Атлантическим. Севера ограничивается Северной Америкой. Граница между Америками проходит по Панамскому перешейку и Карибскому морю. В состав Южной Америки также входят различные острова, большинство из которых принадлежит странам континента. Карибские территории относятся к Северной Америке. Страны Южной Америки, которые граничат с Карибским морем, включая Колумбию, Венесуэлу, Гаяну, Суринам и французскую Гвиану, известны как Карибская Южная Америка. Наиболее важными речными системами в Южной Америке являются Амазонка, Риноко и Парана, общий бассейн которых составляет 7 миллионов квадратных километров. Площадь Южной Америки – 17,8 миллионов квадратных километров. Большинство озер Южной Америки находятся в Вандах, крупнейшим из которых и высочайшим в мире судоходным озером является Титикака. На границе Боливии и Перу самым большим по площади является озеро Маракайбо в Венесуэле. Оно также и одно из самых древних на планете. В Южной Америке находится самый высокий водопад в мире Анхель. На материке располагается и самый мощный водопад – Игуасу. Площадь Южной Америки – 17,8 миллионов квадратных километров. Это четвертое место среди континентов. Африка. Африка – второй по площади материк после Евразии, омываемый Средиземным морем, Севером, Красным, Северо-Востока, Атлантическим океаном с Запада и Индийским океаном с Востока и Юга. Африкой называется также часть света, состоящая из материка Африка и прилегающих островов. Африканский континент пересекает экватор и несколько климатических зон. Это единственный континент, протянувшийся от северного субтропического климатического пояса до южного субтропического. Из-за недостатка постоянных осадков и орошения, равно как ледников или водоносного горизонта горных систем, естественного регулирования климата нигде, кроме побережья, практически не наблюдается. Площадь Африки вместе с островами около 30,3 миллионов квадратных километров. Без островов 29,2 миллионов квадратных километров, что составляет 2,4 процента поверхности суши. Австралия. Австралия – континент, расположенный в восточном и южном полушариях Земли. Вся территория материка является основной частью государства Австралийский союз. Материк входит в часть света Австралия и Океания. Северное и восточное побережья Австралии омывают моря Тихого океана. Рафурское, Коралловое, Тасманово, Тиморское моря, Западное и Южное, Индийский океан. Близ Австралии расположены крупные острова Новая Гвинея и Тасмания. Вдоль северо-восточного побережья Австралии более чем на 2000 километров тянется самый большой в мире коралловый риф, большой барьерный риф. Австралия – самый маленький континент на Земле. Ее площадь 7,66 миллионов квадратных километров. Это около 5 процентов площади суши. Антарктида. Антарктида – континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом. Антарктиду омывают воды Южного океана. Антарктидой называют также часть света, состоящую из материка Антарктиды и прилегающих островов. Антарктида – самый высокий материк. Его средняя высота – 2040 метров. На материке также находится около 85% ледников планеты. Постоянного населения в Антарктиде нет, но присутствует более 50 научных станций, принадлежащих разным государствам и предназначенных для исследования и детального изучения особенностей континента. Антарктида почти полностью покрыта ледниковым покровом, средняя толщина которого превышает 2500 метров. Существует также большое количество подлёдных озёр – более 140, самым крупным из которых является открытое российскими учёными в 1990-х годах озеро Восток. Площадь Антарктиды составляет около 14,1 миллионов квадратных километров. 10,5% поверхности суши, что ставит её на пятое место среди континентов. Седьмой континент, иногда седьмым континентом Земли, поэтически называют Луну, которая стала следующим после Антарктиды крупным массивом твёрдой поверхности по первому посещению человеком. И может оказаться следующей за Антарктидой по освоению человечества. Составляя с Землёй гравитационно связанную систему, Луна имеет площадь поверхности около 37,9 миллионов квадратных километров между Африкой и Евразией. Гипотетические континенты Кеннерлэнд Кеннерлэнд – гипотетический суперконтинент, существовавший, по мнению геофизиков, в Неоархее примерно 2,75 миллиардов лет назад. Название происходит от кеннерарской, ой, кеннеранской фазы складчатости. Палеомагнитные исследования указывают, что Кеннерлэнд находился в низких широтах. Нуна, Колумбия, Хадсонлэнд – гипотетический суперконтинент, существовавший в период от 1,8 до 1,5 миллиарда лет назад. Максимальная сборка приблизительно 1,8 миллиардов лет назад. Предположение о его существовании было выдвинуто Дж. Роджерсом и М. Сантошем в 2002 году. Время существования Нуны приходится на Палеопротерозойскую эру, что делает его предположительно старейшим суперконтинентом. Он состоял из плато-предшественников древних платформ, входивших в состав более ранних континентов Лаврентия, Феносарматия, Украинского щита, Амазонии, Австралии и, возможно, Сибири, Синокорейской платформы и Калахарийской платформы. Существование континента Колумбия основано на геологических и палеомагнитных данных. Родиния. Родиния от родина, либо родить. Гипотетический суперконтинент, предположительно существовавший в протерозое зоне Докембрия, Возник около 1,1 миллиардов лет назад и распался около 750 миллионов лет назад. В то время земля состояла из одной гигантской части суши и одного гигантского океана, получившего название Мировья, также взято из русского языка. Родиния часто считается древнейшим известным суперконтинентом, однако ее позиция и очертания все еще являются предметами споров. После распада Родинии континенты успели еще раз объединиться в суперконтинент Пангея и снова распасться. Лаврусия. Лаврусия – Евроамерика, палеозойский суперконтинент, образовавшийся в результате коллизий североамериканской древней континент Лаврентия и восточноевропейской древней континент Балтика, платформ во время калидонского орогенеза. Известны также названия Калидония – древний красный материк с английского Old Red Continent, материк древнего красного песчаника Old Red Sandstone Continent. В пермский период соединилась с Пангеей и стала ее составной частью. После распада Пангея стала частью Лаврайзии. В Палеогене распалась. Гондвана. Гондвана в палеогеографии – древний суперконтинент, возникший примерно 750-530 миллионов лет назад, долгое время локализовавшийся вокруг Южного полюса, включавший в себя практически всю сушу, в наше время расположенную в Южном полушарии, Африка, Южная Америка, Антарктида, Австралия, а также тектонические блоки Индостана и Аравии, ныне переместившиеся в северное полушарие и ставшие частью Евразийского материка. В раннем Палеозое Гондвана постепенно смещалась на север и в каменноугольном периоде, 360 миллионов лет назад, соединилась североамериканско-скандинавским материком в гигантский протоконтинент Пангею. Затем, во времена Юрского периода, около 180 миллионов лет назад, Пангея вновь раскололась на Гондвану и северный континент Лавразию, который разделил океан Тетис. 30 миллионов лет спустя, в том же Юрском периоде, Гондвана постепенно стала распадаться на новые нынешние материки. Окончательно все современные материки Африка, Южная Америка, Австралия, Антарктида и полуостров Индостан выделились из Гондваны только в центре мелового периода, то есть 70-80 миллионов лет назад. Пангея Пангея с древнегреческого Всеземля название, данное Альфредом Вегенером, протоконтиненту, возникшему в эпоху Палеозоя. Гигантский океан, омывавший Пангею с Силурийского периода Палеозоя и до раннего Мезозоя включительно, получил название Панталаса от древнегреческого Все и море. Пангея образовалась в Пермском периоде и раскололась в конце Триаса примерно 200-210 миллионов лет назад на два континента Северный, Лавразию и Южный, Гондвану. В процессе формирования Пангеи из более древних континентов на местах их столкновений возникли горные системы. Некоторые из них, например, Урал и Апалачи, просуществовали и до нашего времени. Эти ранние горы гораздо древнее относительно молодых горных систем. Альп в Европе, Кордильер в Северной Америке, Ант в Южной Америке или Гималаев в Азии. Из-за длящейся много миллионов лет эрозии Урал и Апалачи сглажены невысокие горы. Казахстанья Казахстанья Среднепалеозойский континент, который находился между Лаврусией и Сибирской платформой. Он протягивается от Тургайского прогиба и Туранской низменности до пустынь Гоби и Токламакана. Лавразия Суверхконтинент, существовавший как северная часть разлома протоконтинента Пангей Южная Гондвана в эпоху с позднего Мезозоя объединял большую часть тех территорий, которые составляют сегодня существующие континенты Северного полушария, Евразию и Северную Америку, в свою очередь от отколовшихся друг от друга от 135 до 200 миллионов лет назад. Пангея Ультима представляется вероятным, что через 100-200 миллионов лет континенты снова соберутся в суперконтинент. Предполагаются разные возможные сценарии этого объединения, известные под названиями Пангея Ультима, Новопангея и Амазия. Зеландия Гипотетический континент в настоящее время почти полностью затопленный, откололся от Австралии 60-85 миллионов лет назад и от Антарктиды между 130 и 85 миллионов лет назад. Возможно, был полностью затоплен около 23 миллионов лет назад. Ну вот и всё, ребятки. Мы прочитали всё про континент из Википедии. Будь счастливы, здоровы, всего хорошего, всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...